Пока власть не разберется с элементарными вещами, а не символическими, с управляемостью государственными ресурсами, с экономическим климатом в России, чтобы у нас все-таки не задавливался налогами малый и средний бизнес, люди могли иметь средства к существованию, чтобы была побеждена безработица не на бумаге, а реально, чтобы там система образования, наука поднялась. В них слишком много наигранного, слишком много обмана, и поэтому еще одна новость о Сталинграде или о выносе Ленина из самовзолея, я не знаю, что еще можно придумать, о переходе на зимнее время, стоит ли или не стоит. Вот эти все вопросы, они просто воспринимаются как информационный шум, а вот реальные вопросы, связанные с жизнью людей, они ожидаются в новостях, но пока мы видим только вот такие наметки по борьбе с коррупцией, чуть-чуть по вот этим шагам, которые показывают, что нынешнее, по крайней мере, государственное устройство, которое закреплено в конституционных нормах, не работает. И мы видим, что какие-то серьезные изменения должны произойти в ближайшее время, может быть, даже в ближайший год, потому что управляемость утрачивается. И власть хаотично ищет способы, во-первых, оправдаться перед гражданами за свою бездеятельность и низкую результативность, а во-вторых, найти какие-то другие методы управления, черпая их из каких-то других источников, но не из Конституции, не из российского законодательства, придумывая на ходу что-то, что могло бы остановить сползание в этот беспросветный кризис.